ну что мои дорогие привет 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 на губах немножко блеска чуть-чуть совсем были скучки у нас сегодня солнышко сегодня хорошее будет видео сегодня тестировала на волосах новое масло дурацкая какой-то дорогущая и какие-то 3 теперь у меня 3 этих 3 3 3 сосули какие-то на голове так что не ругайте меня за прическу я уже не стала сейчас перемывать голову потому что пока есть хороший свет пока нет вот этой вот серой темнотищи которая нас вот в декабре с декабря по март каждый день дожди и тучи у нас сегодня вот чуть-чуть голубое солнышко и такое приятное голубое солнышко и желтое небо ну вы поняли да в общем сегодня видео самые крутейшие самые вкуснейшие самые офигенные ароматы за ушедший год будет был тяжелый год был ужасный но были какие-то приятные моменты в том числе хорошие ароматы вы знаете что мой блог он принципе базируется на ароматах у меня много видео про ароматы я люблю парфюмы люблю вкусно пахнуть я люблю людей которые вкусно пахнут и в общем то принципе парфюм это один из таких вкуснейших оттенков нашей жизни то есть вкусно покушать красиво одеться нарядиться надухариться пойти в какое-то красивое место это украшает нашу жизнь поэтому ароматы украшают нашу жизнь ароматы это вкусовщина понятно что нравится они купер не нравится каринаronis к коевы что нравится карине tegen его не нравится может быть там jersey выбор и так далее да то есть мы все разные это вкусовщина это просто послушать поболтать может быть что то вы для себя полезное услышите может пойдёте тоже эти ароматы послушайте попробуйте понюхайте ну в общем короче resident присмотр присмотритесь к ним может быть вам тоже будет в принципе в течение года я много говорила об этих ароматах которые вы сейчас увидите в принципе тут как бы особо ничего нового но это уже знаете такое окончательное впечатление а я просто балдею от этих ароматов есть что-то новенькой ну смысле новинки а ты который вам давно известно но не тем не менее посмотрите на это чудо ну как как вообще вот как работать ну как работать уселся пригрелся тогда ему прижаться обязательно такая компанийская собака если что это мопс и так поехали сегодня ароматы которые радовали меня в этом году с ними связаны какие-то впечатления воспоминания в общем позитивные классные ароматы и начну я наверное с аромата не какой-то не топ не не хит парад просто в рандомно буду брать из этой кучи и так начну наверное с томаса космолы номер 4 апреля мур много было сказано в этом году об этом аромате много было показано много каждый аромат будет оргазмус вы понимаете да парфюмерный оргазмус как я его люблю боже мой насколько он прекрасен насколько он хорош насколько он сбалансирован насколько он и притягательный сексуальный в то же время есть какая-то в нем такая знаете загадочная скромность нет пошлости хотя называется да как бы после любви чем мы пахнем после любви до девочки это настолько лучше чем бакара у меня есть еще новиночка томас у меня еще есть новиночка тоже похожий аромат в стиле бакара это улыбка монолизы уступает уступает этому аромату все-таки космола лучше четвертая поэтому если вы хотите себе бакару но вдруг у вас ее не было вдруг вы к ней созрели готовы то попробуйте сначала вот четверочка водка смолы потому что это 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 лучше это круче это вкуснее это элегантнее это дороже это это извините я не могу другого слова сказать сейчас вот его понюхала давно к нему что рука не тянулась я помню москве яночка пользовалась им от нее вообще пахло чем-то таким сладким манким абсолютно другой аромат то есть понимаете аромат еще на каждого по-своему садится офигенный аромат очень 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 и наверное даже сегодня вечером я пойду в нем вот как прям я по нему соскучилась один из лучших ароматов для меня опять-таки это же мой да вот что мне нравилось в этом году едем дальше тут-то тут-ту тут-ту не тут-то тут-то бланк от грите будет потом еще один грите аромат похоже это тут-то бланк белая пачка да как пачка имеется ввиду балерины пачка аромат дольче вита аромат праздник аромат фруктов мускуса сладкий как детский не знаю как детский нежный день рождения какой-то знаете такой вот в торт шарики не знаю там лимонад дюшес или какое-то безалкогольная шампанское очень сладкое такое вот фруктовая какой-то очень красивый вкусный наивный красивый аромат достаточно стойкий достаточно шлейфовой вот для меня стойкость достаточная многие жалуются что как бы не очень стойкость можно было бы лучше но я не люблю когда стойкость сильно навязчивый вот мы будем говорить по га нимет попозже и для меня ними от слишком навязчив иногда бывают я от него устаю хотя он прекрасен так вот тут грите у меня говорите есть видео, поищите у меня на канале, там я рассказываю про Макраме, про Дючесу, про что у меня там еще, Шантили и Тутабланк. Там поподробнее, если я не забуду, я оставлю ссылку в описании именно про Грити. Посмотрите. Классный итальянский бренд, представлен в Литуаль. Наверное, еще где-то можно купить без проблем его. Люкс, хороший, красивые такие упаковки у них. Очень такие прям все дорого, богато по-итальянски. Сам аромат, конечно, я выбрала этот. Хотела Макраме, Шантили. Они, в принципе, чуть-чуть похожи. Видно, что как бы один бренд делает, да? Почерк узнается. Узнаваем, так сказать. Но Тутабланк все-таки, наверное, лучше всех. Почему? Потому что он самый какой-то вот вкусненький, позитивный, красивый. Хочется им пользоваться. Рука к нему тянулась очень часто. У меня сначала был отливант. Потом у меня этот флакон. Я просто, просто был запой. Просто был запой одно время. Поэтому, да, это один из таких знаковых ароматов этого вообще бренд. И этот аромат один из знаковых ароматов, который был у меня в 2022 году. Я этому аромату очень благодарна. Он для меня знаковый. Вот. Очень-очень-очень-очень хороший, позитивный, классный. Если будете знакомиться с брендом, начните вот с этого. Если вы любите белоцветочные фруктовые ароматы, как люблю их я. Почему я их люблю? Ну вот не знаю. Нравится мне вот эта сливочность, сладость умеренная. Ну что, продолжаем. Продолжаем. У нас тут немножечко меняется небо, постоянно меняется свет. То ярко там, то здесь тень. Ну вот сейчас вроде бы как-то все выравнивается. Короче, лишняя информация, она вам не нужна. Поехали. Аромат ганимет. Ну как же без ганимета в этом обзоре? Ну никак. Это аромат этого года. Наверное, даже номер один. Не скажу, что я им пользовалась больше всего, чем другими в этом видео, но он оставляет у меня об этом, о том уходящем, ушедшем годе самые яркие парфюмерные впечатления. Ганимет, марк Антуан Бруа, да, бренд называется. Но аромат создал Квентин Биш, который создал очень-очень-очень-очень много классных ароматов, которые, кстати, тоже в нашем сегодняшнем обзоре будут проскальзывать, пробегать, так сказать. Но ганимет — это король. Ганимет — это, конечно, космический аромат. Господи, об этом аромате говорили так же много, как говорили и о Бакаре в своё время. Почему? Ну потому что аромат вызывает эмоцию. Аромат узнаваемый. Аромат у разных людей вызывает разные эмоции. Вы помните, был такой какой-то, я не знаю, это мем или прикол в интернете, кто-то видел синее платье, а кто-то видел белое платье. Так вот я видела такое. В моих глазах это было бело-бело-бело, так грязно-белое с какими-то золотыми полосками платья. А кто-то видел синий-чёрный, да? Какой-то вот глюк, что-то вот такое, какой-то прикол. Не знаю, там как это уже объяснили, наверное, в чём там прикол. Но, в общем, так же и с ганиметом. Кто-то слышит резину, свежий напечатанный журнал, я не знаю, какие-то медицинские ноты. А кто-то даже какой-то клон Бакары здесь слышит. Для меня это просто какой-то космос, 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 космос. Космос, кстати, по-моему, они подняли цену на свой аромат. Боже мой, он потрясающий. Он пахнет чем-то чистым, свежим, воздушным. Оргазмус-оргазмус. Ну вот если вот эти два аромата, да, вот эти два, два красавчика, вот Априо Лямур от Космолы, четвёртый номер, и вот ганимет, это ароматы, которые вызывают у меня действительно какое-то, даже, я бы сказала, на физическом уровне какое-то удовольствие. Да, конечно, ну я, может, перебарщиваю со своими эмоциями, но ганимет это просто бомба. Я вот, видите, мне тут совсем прям вот, ну вот всё, прям вот я эти капельки берегу, потому что, ну не знаю, ну не знаю. Я им пользуюсь. Я его наношу вот сюда чуть-чуть, да, когда я вот так вот волосы делаю, или даже там, не знаю, одежда начинает пахнуть, подушка, этот аромат очень стойкий. Поэтому вам тревела или вот такого флакона хватит очень надолго, потому что от аромата устаёшь, аромату нужен воздух. Лучше не пользоваться им, если вы работаете в офисе или где-то на рецепшене стоите, ну где-то в каком-то таком месте, где спёрт воздух, да, где нет хорошей вентиляции, аромату нужен воздух, ему нужно пространство, нужны площадя, короче. Вот, аромат прекрасный. Не могу сказать, чем он пахнет, не могу сказать, это белоцветочный, или это фрукты, или это кожа, или это замша, или это мускус. Не могу его расчленять и не буду. Если вы захотите, вы, конечно же, можете загуглить пирамиду и посмотреть, что там в нём. Но это вам ничего не даст, вы должны его попробовать. Это прекрасный аромат. Не знаю, заказывайте от Леванта, берите сразу Тревел или пробуйте у своих подруг, я уверена, что он есть у них, потому что аромат наикрутейший. И слава богу, что происходят такие парфюмерные события, как Бакара, Ганимет, я не знаю, Чёрный Афганец, Мюглер когда-то творил, да, тоже вещи. Ну, я имею в виду парфюмерный бренд Мюглер, да и модельер прекрасный. Хорошо, что происходят такие парфюмерные события, когда весь, все об этом говорят, все говорят, и это вот кому-то нравится, кому-то нет. Бакару я так сильно и не полюбила, если честно. Вот Татомас Космола для меня всё-таки четвёртый номер, это лучше, чем Бакара, поэтому Бакары сегодня не будет. Хотя она у меня есть и в экстракте, и в обычном флаконе, да, в обычном Eau de Parfum. Нет, нет, Бакару, всё, король умер, следующий король, вот, Ганимет. Очень люблю, очень храню, благодарю вообще, что есть такие ароматы, что такие ароматы производятся, и благодарю Леночку из Германии, которая мне предоставила попробовать, сначала познакомила меня с отливантом, и, конечно, я сама попробовала, потому что, когда, знаете, это такой был мейнстримовый аромат, все о нём говорили, и у меня уже сразу, ой, такой мейнстрим, не надо, не хочу, я не такая, я жду трамвая, понимаете, а потом, когда попробовала, поняла, что действительно круто, действительно хорошо. Конечно же, Buen Talenti. Вот этот Buen Talenti, я им пользовалась летом и осенью, к сожалению, нет стойкости аромата практически, но она как, стойкость чуть-чуть есть, но не сильно стойкий аромат, но он и не такой дорогой. Бренд Profumo Difference, название все оставлю внизу, аромат нишевый, но не очень дорогой, такая вот, какая-то вот, что-то такое вот, вроде как по цене люкса, но нишевый бренд, чуть-чуть бы, конечно, чуть-чуть бы до стойкости. Аромат фруктово-сливочный, гурманика, мне пахнет какой-то мороженкой, мороженым каким-то сливочным, фруктовым, такое, знаете, что-то ванильно, кокосово, может быть, хотя есть банан в пирамиде, но я банана здесь не слышу. Я слышу здесь много ванили, ваниль вот, которую я люблю, такая вот ваниль, если уже брать ваниль, то вот такую, не сильно, ну как бы, ну как бы гурманика в то же время, но это, это не так, как, не слип, не с попа, короче, очень вкусный, очень такой антидепрессант, можно им поливаться, можно брать на свидание, наносить на свидание, прям перед свиданием облиться, можно на какие-то другие романтические мероприятия ходить. В общем, классный, манкий, вкусный, прекрасный, очень-очень хороший аромат. Чуть-чуть, вот опять-таки, напоминаю, что стойкости мало, но вы можете всегда его обновлять и как бы радоваться жизни. Буэнталенти, да, это аромат этого года, который я хвалила, любила и продолжаю любить. Весной буду носить. Дальше. Этот аромат был и в позапрошлом году, наверное, у меня в списке лучших ароматов, и сейчас он у меня тоже остается. Это Делина. Делина Ля Рос, по-моему, да, она называется, Ля Рос. Делина Ля Рос, да, у меня есть и эксклюзивная Делина, и обычная Делина. У меня их все, короче, все три у меня есть. Но вот это я люблю больше всего, потому что, по-моему, тоже Квентин Бишу сделал, потому что много фруктов, много ягод. Здесь у нас и личи, и груша, и пион, и роза, и что у нас тут в базе? В общем, мускуса, много ветивера. В общем, такой свежий, цветочно-фруктовый аромат из Делина для меня самый лучший, самый красивый, самый прекрасный. Вот, конечно, от бренда Морли я еще очень люблю Миллиору. Вы знаете, тоже про нее много говорила, уже решила взять так, показать вот так вот эту. Как-то вот Делина тоже. Так же люблю Делину, как и Миллиору. Вот оба, оба, оба варианта мне очень нравятся. Почему я достала этот аромат? Потому что в свое время я снимала обзор вот на этот вот Экс Нила Ласт Ин Парадайз с Лимит Эдишн Ривьера и сравнивала их. И это видео не вышло. А зря. Хорошее было видео, не знаю, чего я его не выложила. В общем, их считают клонами, но я хочу развеять этот миф. Это не клоны, разные ароматы. Мне очень нравится аромат Ласт Ин Парадайз от Экс Нила. Ну, и вот этот вот вариант Ривьера мне тоже очень нравится. Понимаете, они разные. Тут как бы больше, мне кажется, если тут больше розы, розы и каких-то пион, роза, вот понимаете, то здесь больше туберозы. Вот в Ласт Ин Парадайз именно в этом Эдишн. Тут больше именно какой-то туберозной нотки, такой белоцветочный. Тоже очень красивый аромат. Очень-очень тоже им поливалось. И обычный Ласт Ин Парадайз, и Ривьера. Видите, если здесь буковка Р, и Ривьера, вот тут написано, то это вот именно вот эта лимитка. Я вам порекомендовала бы все-таки взять вот эту, если вы сомневаетесь, между обычной Ласт Ин Парадайз и вот этой версией. Если у вас есть возможность выбрать, берите вот эту. Почему? Потому что здесь больше какой-то сексуальности, больше яркости, больше стервозности, больше какой-то нарочитый такой вот, вот понимаете, вот зацепило, понимаете, зацепило меня. Зараза такая. Прекрасный аромат. Обожаю его. Обожаю, обожаю. Ривьера много очень им пользовалась и потрясающее, потрясающее произведение искусства. И, конечно, это разные ароматы. Очень. Не понимаю, как их можно было соединить в одно. Они абсолютно разные. Ну, конечно, что-то, что-то, может быть, есть общее, чуть-чуть какой-то характер, наполненность цветами и фруктами, там вот плюс-минус очень похожий, да, какой-то такой почерк. Но это разные ароматы. Здесь больше ягод, от фруктов и розы, а здесь больше именно белоцветочности какой-то такой вот мастеровозный, красивый, сочный, классный. Это мне больше нравится, чем Долина Ля Рос. Last in Paradise. Вот. Что-то стоит сейчас под тридцатку, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, цены, да. Цены, да. Ну, смотрите, где-то всегда можно найти отливанты какие-то, посмотреть у кого-то, заказать. По Европе, вы знаете, это Лена из Германии, Лена Парфюм в Инстаграме. Вот. У нее всегда, у нее вообще, по-моему, весь Экс Нила есть. Вообще весь, 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 весь ассортимент. И очень много там и Томфорда, и всего, что только там нет. Вот это вот попробуйте. Попробуйте. Классный аромат. Я балдею от него и буду, конечно, пользоваться им опять весной. Так. Что-то из старенького вам хотела показать. Из старенького я пользовалась много ароматом Ля Беж от Шанель. И Гордени пользовалась, и Ля Беж пользовалась, но решила вам показать каких уже не делают. Что-то у Шанель совсем все как-то плохо с новинками. Они что не сделали? Они сделали Эдинбург, да, из линейки вот эти вот воды Шанель, да, воды Шанель. Неплохой свежачок эти колончик, но вот такой красоты давно они не делали. Давно у Шанель не было приличных новинок. Ну что они сделали? Габриэль, потом делали что-то, какие-то еще выходы были, Габриэль. А так больше ничего у Шанель-то не выходило приличного. Что там у них происходит? Ну видите, они никакому концерну не принадлежат. Может быть это сложно делать новинки, это дорого, запуски. Это всегда риск, инвестиции. Боже, как я люблю этот аромат. Как я его люблю. Какой он глубокий, какой какая-то тут и горчинка, и марципановая сладость есть. Немножко и белые цветы, и сливочность. Все как я люблю. И вот мне нравится именно какая-то пудровая горчинка. Очень вкусная, очень элегантная, очень дорогая, очень глубокая, очень-очень классный аромат. Хорош, хорош. Так, едем дальше. Из старичков, из люкса покажу вам Жадор. Ничего нового, никаких у меня больше. Но еще девочка, хорошая девочка, хорошая девочка, хотя, становится плохой. Нет, хорошая девочка от Каролина Херрера. Неплохой люксик, да. Жадор, все Жадоры. Вот новый Жадор, молочный, который вышел, ну, неплох. Ну, мне не понравилась вот эта вот игра с вот этой вот консистенцией белой, странной. Мне вот это не очень понравилось. Цена мне не понравилась. Да и зачем, если у меня есть классический Жадор, в принципе, новый. Так, если поиграться, если некуда денежки деть, тогда да. А так, если есть вот это, то это, вот это да. Вот это, вот это я понимаю. Вот это делали. Так, новый запуск Жадора белым, белый молочный, вот этот вот безалкогольный, который без спирта. Ну, слушайте, бренды играются, экспериментируют, ничего плохого в этом не вижу. Неплохой Жадор, но этот лучше. Едем дальше, едем дальше. Под конец года попалась мне вот такая вот новиночка. Это, значит, у нас парагон от Энити. Очень понравился. Хоть я, конечно, начала им пользоваться только в декабре, но все равно аромат потрясающий, очень нежный. Тут есть лаванда, которую я как бы не люблю, да, но она мне здесь не мешает. Здесь бергамот, здесь у нас груша. Нет, здесь бергамот, здесь у нас слива. Он пудровый, он сливочный, он нежный, он объемный, он громкий, он красивый, он в стиле Энитио. Мне от этого бренда еще очень нравится маск терапия, прекрасный аромат, очень красивый, тоже такой прям он совсем не, как казалось бы, да, маск терапия, наверное, сильно мускусный, нет, тоже такой нежный, сдержанный, такой весь, такой прям вот правильно собранный, ну, классный, прям такой, знаете, релакс, аромат релакс. Ну, парагон мне тоже очень нравится, красивый, женственный, очень нежный, и хорошо сидит, долго держится, чувствую его на себе, окружающие чувствуют, в общем, вообще никаких к нему претензий нет, хорош, 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 дружок. Бланш Бет, Бланш Бет тоже очень много им пользовалась осенью, нравился и был в отливаньте, теперь есть флакончик, это аромат про кокос, про ваниль, вкусненький, такой, стойкий довольно-таки, такой прекрасный единорожек, единорожек, такая упаковочка, мешочек, в общем, красиво, все красиво, от этого бренда еще попробую, и так, от этого бренда Liquid Imagener, 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 наверное, Liquid Imagener, короче, от этого бренда попробовала еще аромат Домроса, ооо, тоже у меня был от Леонтик, от Леночки, спасибо ей, у нее, кстати, есть от этого бренда тоже хороший выбор, так вот, там я тоже очень припалдела, классный аромат Домроса, это про такое молодое вино Роза, и немножко такой подзабродившей виноградная такая винишка, водичка, не знаю, в общем, очень вкусно, очень так прям свежо, красиво, вкусненько, с кислинкой, как я люблю, в общем, аромат и бренд, и аромат в этом году меня радовали, но Blanche Bed, боже, боже, какой он, крышесносный, спасибо моей приятельнице в Москве, я у нее попробовала, подушила, подаренный ей мне шарф от Valve Stories, это теперь такая у меня, знаете, такой гештальт закрылся, теперь у меня этот аромат есть, и прекрасный шарф, и прекрасная, прекрасная приятельница, в общем, очень, все хорошо сложилось, и так Blanche Bed тоже в этом году был прекрасным ароматом, который со мной идет в следующий год, буду пользоваться, буду благоухать, прекрасный бренд, будем знакомиться дальше, хочу Домросу, и вообще от этого бренда бы я хотела побольше ароматикам, что у нас осталось, у нас остался вот такой вот аромат от Mazon Crivelli, вообще бренд, очень, очень дружу с брендом, очень нравятся их ароматы, очень качественные, в Москве продаются в золотом яблоке, и, по-моему, бутики Molecula тоже представляют Mazon Crivelli, один из моих любимых ароматов от этого бренда, это Iris Malikane, на Новый год они мне прислали на Рождество их новинку, что-то там с цифрами, какой-то аромат, мне тоже очень понравился, такой, правда, он унисекс, а вот Iris Malikane, он прям женственный, очень такой красивый, я вообще не фанат ирисовых таких ароматов, но это просто бомба, попробуйте Iris Malikane, нанесите на себя, поносите, тут и замша, тут и ирис, тут и пудра, тут и какая-то горчинка, и какая-то сладость приятная есть, я тащусь, тащусь, тащусь от этого аромата, у меня много ароматов от этого бренда, но тут мой самый любимый, хотя самый маленький, тридцаточка всего, вот, а новиночку они мне прислали, но я не знаю, может быть, я и про нее сниму отдельное видео или в каком-то другом, покажу вам, я показывала, по-моему, видео в прошлом, где новинки, там вот этот, про этот аромат подробнее, он немножко мне напоминает Tom Ford табака вани, или вот что-то такое, табачное, такое вот зимнее, красиво, а этот аромат, конечно, ирис-малекхан, он хорош на все 4 сезона, прекрасный, такой густой, очень глубокий, потрясающий, потрясающий, ирис-малекхан, любимка моя, ну и напоследок, хочу вам рассказать, конечно же, про грити, еще один аромат грити, это дючеса, 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 конечно же, это аромат барыни, аромат графини, аромат баронесс, итак, едем дальше, дючеса от грити, прекрасный аромат вишневый, я знаю, что вы очень все любите вишневые ароматы, так же, как люблю их я, конечно, могла вам показать в Rap Me and Dreams, конечно, могла вам показать аромат Tom Ford Last Cherry, еще у меня есть вишневые ароматы, но эта вишенка тоже прям заслуживает вашего внимания, кстати, у Tom Ford вышли два новых вишневых аромата, которые, наверное, стоит попробовать, но у них они получаются хорошо, но сегодня мы говорим про дючесу от серии грити при ве, у них прекрасные ароматы, именно из приватной линейки, у меня еще есть от Levante аромата, который идет в красном, в красном бархате, застрелить я не помню, как называется, но тоже очень понравился, так вот, дючеса это вишня, какой-то немножко алкоголь, много пряностей, не надышаться, не надышаться красота, очень люблю вишневые ароматы, ну не знаю, я вообще вишневый сок люблю, вишню люблю, черешню люблю, ну вот люблю я это, и, конечно, вот такая вот коллекция вишневых ароматов у меня, так коллекция пополнилась, и так коллекция вишневых ароматов у меня пополнилась, вот такой вот прекрасный аромат грити, от Грити Венеция, Дючесса, прекрасно, прекрасно, прекрасно всё, и стойкость, и вот это вот, достаточно здесь всего, и специй, и чуть-чуть алкоголя, и вот эта вот сама вишнёвая история, да, вот эта вот нота вишни, она здесь именно такая, какая должна быть, вот. Ну, наверное, всё, девчонки, вот такие вот супер-пупер ароматы 2022, год был тяжёлый, да, радовали себя, чем могли, отвлекали себя, чем можем, 2023 год будет, я думаю, не проще, чем 2022, поэтому стараемся как-то радовать, наполнять свою жизнь позитивом, если есть такая возможность, я буду стараться в этом году вас радовать, и, конечно, иногда руки опускаются, иногда хочется тоже на всё забить, ну, кому я лучше сделаю? Никому. Итак, на этой ноте я с вами прощаюсь, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь, радуйте себя, любите себя, если что-то хочется, то обязательно делайте, ну, если это, конечно, никому не вредит, вот, наслаждайтесь жизнью, жизнь коротка, пролетает моментально, вот так вот просто время летит, годы летят, ладно, чего грустно, всё будет прекрасно, всё будет хорошо, всего вам самого наилучшего, а я сейчас буду снимать самое лучшее из ухода, пока есть прекрасное солнышко. Смотрите следующую серию «Лучшее 2022», это будет видео про уход, там я покажу масочки, умывалки, всякие свои супер-пупер продукты, которые мне помогают выглядеть более-менее, вот, всё, целую, обнимаю, ваша Аня Купер, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok